По данным организаторов, на акцию протеста против реформы здравоохранения, прошедшую в Москве в воскресенье, вышло от 5 до 10 тысяч человек. Столичная милиция называет более скромные цифры – около полутора тысяч участников. Недовольство собравшихся вызвало информация о предстоящей реорганизации системы московского здравоохранения. В рамках реформы планируется сократить около 7 тысяч врачей и закрыть 28 медицинских учреждений. Медицина разваливается, социальная служба разваливается, образование разваливается. Но я как медик хочу сказать, что в медицине совершенно сокращают зарплату, убирают напряженность, там всякие доплаты, а нагрузку увеличивают. Я здесь потому, что эти реформы не дают возможности теперь лечить моего ребёнка бесплатно, ему два с половиной года. Мы лечимся в филатовской больнице, потому что у нас есть показания. Теперь там платная диагностика, скорее всего, будут платные услуги специалистов. Ту помощь, которую оказывает местная поликлиника, нас не удовлетворяет, не тот уровень. По итогам акции митингующие приняли две резолюции. В документах были прописаны требования собравшихся остановить массовое сокращение медработников и учителей, прекратить реорганизации и слияние, а также привлечь к обсуждению реформы все заинтересованные стороны. В Минздраве утверждают, что модернизация системы – насущная необходимость. По данным властей, она позволит оснастить медучреждения новейшим оборудованием, построить современные клиники, а медицину в целом сделать более надёжной. Заммэра Москвы по социальным вопросам ранее заявил российским изданиям, что безработица врачам не грозит, поскольку в одной только столице дефицит педиатров составляет 7,5 тысяч человек.